Ставь лайк, если любишь ставить лайки. Если наберем 20 тысяч лайков, то мы наберем 20 тысяч лайков. Спасибо. Сегодня, ребята, у нас исторический день. Историческая хуйня. Именно сегодня, 7 ноября, я впервые поиграю за серебряного Кристиану FIFA 19. Как вы знаете, его вообще не выставляли на трансферный рынок из-за его маленького диапазона. И вот настал тот момент, когда они его повысили. Теперь он стоит около 60 тысяч монет. И, наконец-таки, я за него поиграю. Молодой человек, а вы мне поможете заработать денег? Как тебе помочь, мой родной? У меня есть в кармане немножечко, а я хочу, чтобы их было очень много. Берешь эти немножечко и идешь в волшебную страну. А как эта страна называется? Это страна 1xbet. Там замечательные жители, которые называются Большие Коэффициенты. Есть мэр, который называется Быстрый Вывод Средств. А есть еще тетка, которая зовется Множество Спортивных Дисциплин. А где мне найти эту волшебную страну? Просто нужно посмотреть внизу в описании. Я побежал! Удачи, сынок! Наконец-таки, братан, мы с тобой встретились. Он у меня в клубе, купил я его за 63 тысячи монет. Если посмотреть на статы, тут не все так однозначно. Крутая сила, великолепная физуха, но вот завершение 68 и баланс 45, возможно, испортят впечатление об этой карточке. Не знаю, пока не буду наперед загадывать. Я ему накину Охотника, чтобы у него удары покруче выглядели. И давайте посмотрим, что сейчас имеем. Завершение плюс 4 добавили, сила удара плюс 8 и к скорости плюс 8. Составчик выглядит у меня вот таким вот образом. Криштану Роналду у меня будет супер сап. Первый соперник на сегодняшний выпуск. Это у нас АПЛка, бразильцы. Ну, в общем-то, ничего примечательного. Ага, отличное начало. Просто супер. Оу, Куртуа. Хорош. Еще раз подтверждает статус лучшего голкипера FIFA 19. На Кристиану. Поехали. Оу, что за мув? Кристиану он забегает. Хорошо. Давайте сразу же проверим Охот. Удар. Ну, хорошо. Летела в створ и там Эдерсон вытащил. Тихо-тихо себе. Да, блядь. Ну, что происходит? Не, ну, это вот чисто классический гол FIFA, блядь. Просто какие-то нелепиши абсолютно отскоки. И в итоге 1-0. 17-я минута. Я стараюсь играть только на Кристиану, поэтому, скорее всего, какие-то моменты я буду свои проебывать из-за того, что я не забиваю остальными чудиками. Так, Рафиня. Ну, блин, вот видите, как бы проблема в том, что я не хочу ни с кого другого бить, кроме как Кристиану и Дуглас Хоста, блядь, своей рабочей левой ногой не забивать. Да, это офсайт, но сам факт того, что он просто не попал, блядь, с двух метров, это пиздец. Кристиану беги, беги, беги. Хорош, оттолкнул. Вот за что я люблю Кристиану. Это его невероятный корпус. Фуф, блядь, такое дерьмо сейчас чуть не залетело. Блядь, как меня заебала эта плашка, я не вижу игрока, блядь. Ну вот какой гений придумал, что вот эта вот плашка будет охуительной идеей. Вот меня постоянно эта херня бесит, блядь. Как ее убрать? А никак не уберешь. Это гениальная тактика и спортс, блядь. Плашку, блядь, нахуй на полэкрана взлет, чтобы не было видно игрока. Простите, что я бомблю, у меня, блядь, горит с этого дерьма уже не первый день. На Кристиану. Кристиану Дрэгбэк и можно ударить лонгшотик, бля, как же охерительно летело-то. Летело-то просто мега топово. Это что? Ну вот это что? Ну вот это, блядь, ну... Ну, чуваки, ну это такой пиздец, блядь, а? Свой же игрок отбирает у моего же. Теперь из-за этого я... Что в этой игре происходит, ребята? Успокойтесь, пожалуйста. Короче, заебали, блядь. Перекладина, нормально. Дуглас Коста, спасибо, 1-1. Нихуя. Это что было? Что это за флеш улетел? Эта игра не перестает удивлять ни на одну секунду, серьезно. Смотрите, вообще Unreal отобрать у него мяч. Вы можете просто кнопку L2 нажать и просто вот так вот играть. Эй, пенальти! Есть! Ударим влево. Хорош. Заканчивается у нас матч. Кристиану лучший игрок матча. Забил один голешник. И в принципе, как он играл, мне безумно понравилось. Его корпус, его скорость. С ударами я пока что еще не очень определился, поэтому нам нужно сыграть еще несколько матчей. Второй соперник. Вот тут уже намного серьезнее, плюс у него красный Сандро. Чуваку повезло. А его хер оттолкнет даже в бои. Вы посмотрите, его даже... Это был удар только что. Кристиану, ну-ка, лонгшотик заряди, блядь! Убил дохею просто. Так, Кристиану бежит. Я вижу, я вижу, я вижу. Кристиану, хуярь! Штанга. Да твою мать! Так, хорошо. Хорошо. Забегай, Кристиану! Кристиану! И просто в дальний. Спишем на то, что это была левая нога. Опа! Кристиану! Кристиану! Хорош! 1-0! Поехали! Кристиану забивает голешник. На нахер! Отличный удар. Прям девятину. Ну, это я уже что-то из ряда фантастики пытаюсь сделать. Да, блядь, ну что происходит в этой ебаной игре? Выносите нахер, блядь! Что за пожар? Блядь, Кристиану там честь себя выносит мячи. Тихо. Смотрите, блядь, вообще невозможно мяч это брать. Смотрите. Как же весело за него играть, чуваки, я серьезно. Я базарю, блядь. На нахер! Давай дальше. Кристиану, реализовывай. Блядь! Не реализовал и... Волкер первый оказался на мяще. Хорошо. Дальше. И забивай. Пи-пи-пи-пи. Штанга. Третья штанга за матч. Вы что, ебанулись что ли? Алло. По законам жанра в этом матче я, конечно, должен проиграть. Но я постараюсь этот закон, ебаный, нарушить. Оооо! Какой момент, блядь! Вы видели, какой шедевр сейчас мог быть от Кристиану? Поднял, обработал и в дальний. Ебаный Дехея. Блядь, ну ты такую красоту сейчас запорол. Пенальти. Ну твою мать! Я не знаю, блядь. Столько моментов я проебал, блядь. И в итоге, на тебе, нахер. 1-1. Ни с того, ни с сего. Не, ну это ожидаемо было. Это ожидаемо. Просто все, блядь, нахуй. Надо бы к сопернику отлетать стало. Я не знаю. Просто ни с того, ни с сего, блядь. Весь матч доминировал. И на тебе, нахер, у соперника все идеально стало получаться. Блядь, заебал. Ну, чувак. Ну, блядь, ну нормально же играли. Ну, хули ты начинаешь? Пиздец, блядь. Сука! Ну, такую херню, бля, проебал. Ну, просто обидно, блядь. По законам жанра в этом матче я, конечно, должен проиграть. Да, да, я понял, что у меня поражение. Можно, блядь, пропустить эту херню. Почему вы мне три часа показываете эту гребаную, блядь, заставку? Я понял. Хорошо, спасибо. Почему нельзя это пропустить, блядь? Третий соперник. Это у нас просто серия А. Ладно, надо немножко отойти от дизморали в прошлом матче и просто играть в свое удовольствие. Ну, бывает такое. Так, Кристиану, я тебя вижу, я тебя вижу. Хорош, отличное забегание. И просто реализовывай. Что за херня? Отъебитесь от меня с этими штангами. Что это за провал? Ой, какой провал, какой провал. Мэрдонс просто с нерабочей левой ноги в девятину херачит. Я не знаю. Я все-таки предполагал, что так и будет. Учитывая, что я играю только на одного игрока. Глупо было ожидать другой результат. Чуть-чуть пониже. И это был бы гол, как говорится. Опа, Кристиану, хуярь! Хорош! Левая нерабочая нога. 1-0. Мы в игре. Забирай мячик, братан. Так, отлично. Кристиану в дальний хуярь! Блядь, ну все-таки заметно, что именно вот лонгшоты у него не такие крутые, как в прошлой части. Так, одна из последних атак. Последняя атака! Ну... Да, блядь, ну толкни, Кристиан, у тебя же корпус охеренный. Пенальти. Да, пенальти. Я не удивлен, серьезно. Вообще ни капельки не удивлен, блядь, что именно вот на последней минуте 92-й. Я думаю, финальный соперник на сегодня. И тут состав, конечно, да. Нихуя себе. Так, здесь можно навесик сделать и постараться забить штанга. Очередная штанга. Ребята, это просто какой-то пиздец. Ну вот как это комментировать? Я хуй знаю. Ну напишите. Опишите вот ситуацию одним словом. Вот прям что, возьмите и в комментарии напишите одним словом. Вот как мне вот на это реагировать? Ну, Кристиану, ну пора, блядь. Ну, ебаный рот, ну что с тобой не так, братан? Хорошо ушел. Ну тут прострел надо делать, блядь, но не сработало. Справедливо. Справедливо. Первый момент у моего соперника. Ну это пиздец. Ну, представьте, что я пропускаю. Куртуа просто берет и пропускает в очко. Чуваки, ну это просто невозможно. Это просто, это Unreal. Это просто Unreal. Я не знаю, что это за дерьмо. Это какие-то скриптовые удары, блядь, по штангам всегда. Че это, блядь, такое? Все, ребята, я наигрался в эту игру. Это последний матч, определенно. Я больше не могу на это смотреть. Я не верю в то, что это происходит. Все на самом деле. Ну, типа, такого не бывает, блядь. Наконец-то! Совершилось, блядь. Он забил лонгшот. Спасибо тебе огромное, братан. Последняя атака у соперника. Блядь. Я уже пересрался. Я реально думал, что будет опять пенальти на последней секунде. Ну и, в общем-то, ребята, нужно подвести какое-то итоговое мнение про Серебряного Кристиана. Я после записи сыграл еще 4 матча. И итог у нас неутешительный. К сожалению, мне придется признать, что в 19-й части FIFA Кристиану не такой крутой и имбовый, как он был в 18-й. Да, он, несомненно, еще имеет крутые плюшки по типу скорости, плюс физухи. Физуха у него нереально крутая. Он позиции очень круто выбирает. Он у меня много раз выходил 1 на 1. Но вот проблема в том, что он не реализовывает свои выходы 1 на 1. Процент реализации просто катастрофический. Да, иногда получаются крутые удары с лету, там, лонгшоты. Но каждый раз он попадает или в штангу, или в голкипера. Да, после записи видео он у меня еще несколько раз попал в штангу. Я реально не могу понять, в чем прикол. Да что это за ху... Если бы его каждый вот этот вот удар залетал и не попадал в штангу, это другой вопрос. А так как он всегда попадает в штанги и вообще в целом реализовывает свои моменты крайне херово, ну, что я могу сказать? К сожалению, увы и ах, он не тащит. И опять же, я с большим трудом это говорю, потому что вы сами видели, что было много моментов, когда он круто выходил, круто забегал, толкался, корпус, это вообще отдельная тема. Но, блядь, реализация, к сожалению, все портит нахер. И моя итоговая оценка хуй его знает из 10, потому что я реально не могу определиться. Он одновременно охуительный и отвратительный. Ну вот такое вот, ребята, финальное мнение про Серебряного Кристиана. Если вы играли, пишите ваше мнение. Также, кстати, я собрал тут Гетце вместе с Депаем. Если хотите на них обзорчик, поставьте лайк, наберем 15-20 тысяч лайков, я запилю на них, так скажем, ревью. Если вам интересно, конечно. А с вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Ставьте лайк, подписывайтесь и всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok